МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. 33 года со дня вывода советских войск из Афганистана. В Самаре почтили память воинов-интернационалистов. Театральный зал на 300 зрительских мест, помещение для творческих студий и спортивных занятий. Глава Самары Елена Лапушкина проверила ход реставрации ДК Литвинова. Сложные геометрические фигуры, буквы, рисунки, новогодние шары и многое другое. Дроны устроили световое шоу в небе над Самарой. Сегодня в России вспоминают тех, кто служил за пределами Отечества. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. В Самаре на площади памяти прошло возложение цветов к монументу погибшим воинам-интернационалистам. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина и ветераны боевых действий. Андрей Горгуленко продолжит. 15 февраля для собравшихся на площади памяти особая дата. В этот день, 33 года назад, завершился вывод советских войск из Афганистана. Многие из пришедших были участниками того военного конфликта. На площади сегодня и Юрий Силантьев. Он в среднеазиатской стране отслужил один год, с 1984 по 1985. Связь с боевыми товарищами поддерживает регулярно. Обязательно. Без этого нельзя. Без связи с людьми нельзя. Потому что, я же говорю, историю нельзя забывать. Поэтому мы всегда с ребятами и созваниваемся, и встречаемся, и за столом сидим. Вот что сегодня и будет. Вспомним. Сегодня по всей России почитают память воинов-интернационалистов, которые погибли в военных конфликтах за пределами страны, исполняя свой служебный долг. В Самаре к монументу погибших в необъявленных войнах возложили цветы губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, депутаты и ветераны боевых действий. Долг своей родине отдали они далеко за пределами нашей страны. И в Афганистане, и в Вьетнаме, и на Кубе, в Африке, и по всей территории земного шара. А сейчас наши парни верные заветам своих отцов, дедов и прадедов защищают интересы нашей страны мирного неба в Сирии. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, установили в 2011 году. С Афганской войны не вернулись более 14 тысяч советских солдат и офицеров. Среди них 245 самарцев. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. В Самарской области продлили ограничения для подростков. Речь идет о запрете для несовершеннолетних на посещение мест массового пребывания. Музеи, театры, кино, концертных и выставочных залов, зоопарков. Ограничения будут действовать в течение ближайших двух недель. Такое решение приняли на заседании областного оперштаба по борьбе с коронавирусом. Какие еще обсудили меры, расскажем в сюжете. Эпидемиологическая ситуация остается напряженной с тенденцией к стабилизации на высоких цифрах. Так оценивает эпид-обстановку в регионе областной Роспотребнадзор. Заболевших за неделю стало больше среди четырех возрастных групп. Среди детей до года на четверть. Среди малышей от года до шести лет на восемь с половиной процентов. Среди взрослых от 50 до 64 лет на 21 процент. И среди жителей старше 65 лет на 17 процентов. На заболеваемость малышей до года влияет несформированный в силу возраста их собственный иммунитет, поясняют в Минздраве. Основным путем снижения заболеваемости детей до одного года является вакцинация, увеличение охвата вакцинации и более строгие превентивные меры в семьях, где есть эти дети. Разделение потоков внутри семьи, насколько это возможно. И наименьшее, чтобы было пересечение детей с остальными членами семьи, за исключением кормящей матери. В то же время за неделю на 36 процентов реже стали болеть дети в возрасте от 7 до 14 лет. На 28 процентов меньше заражаются подростки 15-17 лет. Здесь могло сказаться дистанционное обучение, перенос каникул, запрет на посещение культурных, развлекательных и массовых мероприятий для подростков, которые, кстати, продлили на ближайшие две недели. Меньше болеют работники транспортной отрасли, а вот среди сотрудников сфер ЖКХ, образования, здравоохранения, услуг наблюдается рост числа инфицированных. Руководителям учреждений и компаний необходимо позаботиться о здоровье в своих коллективах. Принять исчерпывающие меры защиты сотрудников и посетителей заявили члены штаба. Губернатор Дмитрий Азаров поручил разобраться с дистанционными больничными листами. За неделю по горячей линии за ними обратились более 6,5 тысяч жителей и по ЦРТ-тестированиям, которые некоторые медучреждения отказываются проводить. У нас, к сожалению, жалобы есть о том, что больничный лист в электронном виде по обращению по телефону не всегда, почему-то по клинике дают. Таких обращений много. Непонятно мне отказ за лечебные учреждения по проведению ПЦР-тестирования. Да, но не обязательно. Но если человек просит провести ПЦР-тестирование, значит, надо это делать. Что здесь за отказы у нас? Инцидент менеджмент зафиксировал 66 таких обращений. На дому сейчас лечится 65 тысяч человек с коронавирусом и более 52 тысяч с пневмонией и ОРВИ. За неделю участились тяжелые формы заболевания. Пришлось увеличивать коечный фонд. Коечный фонд расширили плюс тысячу коек. Сегодня он составляет 5670 коек, на которых лежат 4794 пациента, 15,5% свободных коек. Слонамерно увеличивается количество пациентов, которые поступают в стационар. Это тяжелые формы пневмонии и это превентивная госпитализация у лишь с сопутствующими заболеваниями беременных женщин и у детей. Темп вакцинации необходимо наращивать. Непривитыми остаются почти 210 тысяч пожилых людей. Кроме темпа вакцинации на оперштабе еще раз обратили внимание на работу с населением в части рисков утяжеления болезни. В обществе создается стереотип, что омикроном можно переболеть легко и быстро. Многие даже не считают нужным обратиться за медицинской помощью. Однако самолечение может привести к осложнениям, поэтому необходимо обращаться за консультацией к медикам. По словам медиков, самая надежная защита от коронавируса – вакцинация, особенно когда речь идет о представителях старшего поколения. Жительница Кенеля Галина Сафонова в мае прошла вакцинацию. Недавно ревакцинировалась. Говорит, именно это позволяет ей вести активный образ жизни и сохранять оптимизм. Подробности в нашем сюжете. 72-летняя жительница Кенеля Галина Сафонова скучать не привыкла. До пенсии работала ветврачом, проверяла качество продукции на рынке. Сейчас член общественной палаты и председатель совета многоквартирного дома. Со всеми коммунальными проблемами соседи идут к ней. Болеть некогда, поэтому весной решила защитить себя от коронавируса прививкой. Осенью прошла ревакцинацию. Говорит, никаких последствий не было, даже температура не поднималась. Сейчас активно призывает других пожилых людей прививаться. Потому что я и переболела, да, и переболела, ну, скажем, неприятности были, и они сейчас еще сказываются. Поэтому я сразу вакцинировалась, ревакцинировалась. И вот третью прививку я намерена пойти, вот у меня в мае, это как раз будет полгода, сделать третью прививку. У нас у всех есть дети, внуки, родственники, и поэтому нужно подумать. Если вот мы не думаем о своем здоровье, давайте подумаем о их здоровье. Потому что терять близких очень тяжело. Жизнь, она вот коротка, и не нужно ее еще укорачивать. Я считаю, нужно вакцинироваться и продолжать жить счастливо. В свободное от общественной деятельности время Галина Сергеевна занимается рукоделием. Освоила торсионное плетение. Участвует во всех инициативах городского социального центра. Таких, как она, людей с активной жизненной позицией там немало. И все сделали прививки, чтобы продолжать общаться, устраивать совместные праздники и выезжать на экскурсии. Наша жизнь вообще, она изменилась с появлением этого вируса, в общем-то, не только у нас. Но, тем не менее, мы не снижаем вот этих темпов, вот, как бы сказать, вот этих своих мероприятий. Мы проводим их не меньше. Мы все равно их собираем, потому что пожилым людям нельзя оставаться один на один в одиночестве в своих квартирах. Число заболевших в регионе не снижается и в группе высокого риска люди пожилого возраста. Чтобы избежать тяжелого течения болезни, медики рекомендуют им прививаться. Виктория Шарая, События. Театральный зал на 300 зрительских мест. Помещение для творческих студий и спортивных занятий. В Самаре продолжается реставрация ДК Литвинова. Ход ремонтных работ во Дворце культуры сегодня проверила глава города Елена Лапушкина. Сейчас здесь завершают отделку интерьера, привозят в порядок зеркала и окна. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Целое поколение заводчан и жителей Кировского района. За годы работы через стены Дворца культуры прошли тысячи горожан. Строительство ДК началось в 1958 году и велось по проекту московского архитектора Тарасова. Большую часть затрат тогда взял на себя завод ЦСКБ «Прогресс». Для отделки зданием рамором и гранитом привлекали специалистов из Московского художественного фонда. Заказывали люстры, светильники, бра, мебель и другое оборудование. Все это сохранилось до наших дней, но со временем утратило былой лоск. Реставрационные работы начались в ДК весной прошлого года и в настоящее время выполнены на 35%. Решатка поведутся доработки, вызванные в связи с прокладкой отопления. Примутание дорабатывается, потолки заточены, в полном объеме. На стадии завершения реставрация живописи. В здании полностью заменены окна. Идут работы по обновлению люстр, которые поэтапно также вывозят на реставрацию, для того, чтобы сохранить их первозданный вид. Все, начиная от лестниц, зеркал, решеток и заканчивая мрамором, обновят. Но менять интерьер кардинально в Доме культурного наследия не станут, сохранив тем самым его историческую ценность. К примеру, зрительный зал после ремонта сможет по-прежнему принимать до 800 человек. Он будет в том же виде, только полностью все восстановлено. Это касается деревянных отделок интерьера, потолков, стен, живописи. Вот сейчас как раз по живописи заканчивается этап реставрации. Сейчас там восстановлены все архитектурные элементы, которые были утрачены ввиду протечек кровли в свое время. Все это заменено полностью. Создано в том же виде, как и было. Проведена и реставрация фасада с улиц Фискультурные Победы, замена водосточных систем и отливов. Целиком выполнены работы по ремонту и обновлению покрытия кровли и утеплению чердака. Ежедневно подрядной организацией составляются ведомости по выявлению недостатков, связанных с реставрационными работами. Все они быстро устраняются. Очень большой, очень серьезный объект. И как часто бывает, в процессе производства работ возникают определенные трудности, возникают определенные виды работ, которые раньше не были учтены проектом по разным причинам. Здесь были скрытые работы. Сейчас вместе с подрядчиком все это вместе просчитываем. Но, тем не менее, работы идут. После реставрации дворец культуры вновь заживет насыщенной жизнью. Здесь появится помещение для секций и кружков, несколько залов, зрительный, театральный, спортивный. И самое главное, сохранится неповторимый облик фасада и внутреннего интерьера. Мраморные лестницы, колонны, изящные люстры и мозаика. Таким образом, даже после обновления здание не потеряет свой стиль, задуманный архитекторами много лет назад. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События. Дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме. Только за прошлую ночь город от снега расчищали 267 единиц техники. В приоритете у подрядных организаций расширение проезжих частей и вывоз снега. За минувшие сутки на специализированные площадки вывезли порядка 6 тысяч тонн. Промежуточные итоги подвели на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Перед управляющими компаниями поставили задачи улучшить качество уборки внутриквартальных проездов и дворов. Поручили особое внимание обратить на крыши, которые выходят на пешеходные зоны и проезжую часть. Самое еще основное, что сейчас ведется очистка кровель. Скажем так, координация работы между теми, кто чистит кровли, забрасывает снег на тротуары, с дорожниками, которые эти тротуары очищают, чтобы было меньше негатива и по два-три раза не возвращались при очистке и вывозке снега на одну и ту же территорию. В Самаре начинаются публичные обсуждения дизайн-проектов общественных пространств, которые предстоит благоустроить в следующем году. В этот перечень входит 20 локаций. Их отобрали по итогам народного голосования, которое завершилось в январе. Жители областного центра выбирали из 87 общественных пространств, включенных в муниципальную программу «Комфортная городская среда». Каждый самарец может высказать свое предложение по конкретной территории, на запланированных встречах, по электронной почте, либо оставив письмо в пункте для приема письменных обращений. На заключительном этапе пройдет рейтинговое голосование за те территории, которые благоустроит в первую очередь. Далее в эфире новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, здравствуйте. Приветствую вас, Виктория, и уважаемые телезрители. Центробанк зафиксировал новый рекорд продовольственной инфляции. С чем это связано? Расскажу об этом через пару секунд. Узнаем также о кредитных каникулах. В России выросла годовая продовольственная инфляция. В январе она составила 11,1%. По итогам месяца увеличилась до 8,7% против 8,4% в декабре. Длительное повышение определялось давлением со стороны затрат производителей и поставщиков, которое было в значительной мере обусловлено ускоренным ростом мировых цен. По подсчетам Центробанка, за январь больше всего подорожали продукты питания. Прирост составил 0,75% с поправкой на сезонность. Цены на непродовольственные товары выросли до 8,7% из-за роста спроса относительно динамики предложения. Центробанк предложил комплекс мер, направленные на улучшение жизни нуждающихся россиян. Одно из основных предложений – кредитные каникулы. Срок и сумма займа не будут иметь значения. Единственное условие – падение доходов человека. Длиться каникулы будут от 6 месяцев. При наличии нескольких кредитов перерыв можно будет брать по каждому. Другая инициатива – начисление процентов на остаток социального счета в привязке к ключевой ставке. Это будет гарантировать дополнительный доход, который насчитывается на остаток по счету в течение года. Также в Центробанке предложили отменить комиссию при переводе денег самому себе на счет другого банка и освободить от комиссии на транзакции в сумме до 15 тысяч рублей в месяц владельцев карт МИР. Далевки стали популярнее. Количество договоров долевого участия, зарегистрированных Росреестром в прошлом году, составило 898 600 по России, из них в Самарской области – почти 18 тысяч. По сравнению с 2020 годом, показатель по стране вырос на 17%, а в регионе – на 21,5. Эксперты связывают это с увеличением количества сделок в электронном виде. В целом, спрос на жилье в регионе в прошлом году увеличился почти на 14% по сравнению с 2020 годом. Курс рубля на московской бирже в этот вторник взлетел по отношению к основным валютам более чем на процент. К укреплению привели новости Минобороны о возвращении подразделений южного и западного военных округов в пункты постоянной дислокации. Официальный курс доллара на 16 февраля – 76,17 рубля, доллар потерял 41 копейку, евро – 86,27 рубля, европейская валюта потеряла 58 копеек. Нефть марки Brent – 93,82 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Самарские двигатели обеспечили отправку к МКС грузового транспортного корабля. Запуск ракеты «Союз-2.1А» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19» состоялся утром с космодрома Байконур. Ракетные двигатели, установленные на первой и второй ступенях носителя, отработали штатно. Корабль доставит на Международную космическую станцию около полутора тонн оборудования и материалов, ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, одежду и продукты для членов экипажа 66-й основной экспедиции, а также комплекс нагрузок в рамках программы российских научно-прикладных исследований и экспериментов. Это третий запуск ракеты-носителя типа «Союз» с двигателями ПАО «ОДК Кузнецов» в текущем году. Почти на четыре часа закрыли воздушное пространство над парком Гагарина. Самарское небо украсили 60 беспилотников, которые воспарили ввысь на 70 метров. За танцами дронов наблюдали сотни жителей города, снимая представления на камеры своих смартфонов. Взлет квадрокоптеров со стадиона парка удалось увидеть и нашим корреспондентам. Тему продолжит Ольга Павлова. Это очень похоже на одну из сюжетных линий популярного фильма «Матрица», только место действия – Россия, Самара, парк имени Гагарина. За танцами беспилотников следят сотни горожан. Одни предпочитают снимать послушные дроны с земли, другие утверждают, что видео получается лучше с колеса обозрения. Сложные геометрические фигуры, буквы, рисунки, новогодние шары – и это малое, на что способны квадрокоптеры. За каждым танцем дронов сложная и кропотливая техническая работа. Танец рисуется заранее, затем мы выезжаем в поле, и, соответственно, его тренируемся, летаем, ищем какие-то ошибки. Бывает и столкновение дронов, к сожалению, этого не избежать. Поэтому что-то меняем в танце, проверяем. Для того, чтобы запустить подобную альтернативу фейерверку, воздушное пространство над парком пришлось закрыть аж на 4 часа. Танец не только синхронизировали с музыкой. За движение каждой машины, а в небо их запустили 60, отвечала техническая служба. К примеру, один такой дрон производит 27 ватт света, собирается вручную, и, по утверждению организаторов, беспилотник с подобными характеристиками невозможно приобрести ни в одном магазине. Парк Гагарина для танцев-дронов выбрали не случайно. Во-первых, знаковое место для горожан, а во-вторых, безопасность на стадионе соблюсти проще. Забор, расположенный по периметру, ограничивает беспрепятственный доступ людей на площадку, но в то же время дарит самарцам положительные эмоции и хорошее настроение. Определенные экономические и эпидемиологические ситуации, которые происходят не только в Самаре, но и во всем мире, ну, немножко так сгущают краски. А каждое такое выступление является каким-то ярким всплеском, салютом для людей. Первый похожий запуск беспилотников в небо состоялся в День города в прошлом году. 40 дронов тогда исполнили три танца. В этом году количество машин увеличили до 60. Следующее шоу организаторы планируют показать перед открытием нового весенне-летнего сезона. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Сегодня в мире отмечают День операционной медицинской сестры. Работа в оберблоке под силу только женщинам с твердым характером и необычайной выдержкой. Неспроста этих помощниц хирургов называют богинями на невидимом фронте побед. Подробности расскажет Мария Левина. Итак, она звалась Татьяной. Но сидеть молча у окна, как в романе Пушкина, у нашей героини Татьяны Флериной нет ни времени, ни желания. Каждое утро она приходит в хирургическое отделение и непременно с улыбкой на лице, которую сейчас скрывает медицинская маска. Но вот блеск в глазах не скрыть. Татьяна считает себя очень счастливым человеком, потому что занимается любимым делом, спасает жизни. Если театр начинается с вешалки, то успех любой операции с медсестры. Именно она готовит пациента операционную и является буквально правой рукой врача. Наверное, все-таки компоненты два составляющих. И партнер, и помощник. Потому что без операционной медсестры не будет благоприятного исхода самой операции. Она где-то и подскажет, и поможет, где-то правильно направит, где-то эмоционально поддержит. Поэтому это прям основное звено цепочки. В стенах клиник Татьяна Флёрина уже седьмой год. Еще на первом курсе колледжа определилась с отделением хирургия. Часто мне говорили и преподаватели, что для девушки лучше взять педиатрию или терапию. Здесь очень бывает много интересных, сложных случаев. Скажем так, я люблю сложности. Слишком простое отделение – это не для меня. Сегодня вторник, экстренный день. Сегодня будут поступать пациенты экстренные и, возможно, будут экстренные операции. Случается так, что в первые моменты, в первые часы рабочего дня заходишь в операционную, так до самого конца дня. Бывает, что иногда пропускаешь обед, потому что операций действительно много. 15 февраля операционные медсестры по всему миру принимают поздравления. Профессиональный праздник утвердили Европейской ассоциации операционных медицинских сестер в 2009 году, а сама должность появилась в 1891-м, когда хирургам стало понятно, чтобы провести качественную процедуру, невозможно обойтись без ассистента. В операционной у медиков на счету каждая секунда, потому медсестра должна понимать врача без слов, по одному лишь взгляду и чуть уловимому жесту, к примеру, какой инструмент понадобится в следующую секунду. Такая работа не для нежных барышень, однако Татьяна, несмотря на свою внешнюю хрупкость, обладает внутренней стойкостью. Вот уже 7 лет ежедневно медсестра несет груз ответственности, приходит на помощь хирургам и остается на страже здоровья своих пациентов. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Сегодня православные христиане отмечают большой церковный праздник – Сретение Господне. Он означает встречу. По преданию в этот день родители Иисуса впервые принесли младенца будущего спасителя в храм на 40-й день после его рождения. Там их встретил старец Симеон, для которого эта встреча была долгожданной и судьбоносной. По преданию он однажды переписывал книгу Исаии и в строке «Дева в очреве примет и родит сына» хотел исправить деву на жену. Но явившийся ангел сказал, что все написано правильно, и богоматерью станет непорочная дева, а сам старец отправится к Господу лишь после того, как встретится с Божьим сыном. В народном календаре Сретение считается встречей зимы и весны. По погоде в этот день судят о скором наступлении тепла. Биатлонист из Самарской области Эдуард Латыпов стал трехкратным олимпийским призером. Все награды бронзовые. Сегодня мужская сборная, в составе которой были он, Карим Халили, Александр Логинов и Максим Цветков, заняла третье место в эстафете. Об этом, а также о матчах «Крыльев Советов» и «Баскетбольной Самары» в нашей спортивной рубрике. «Крыльев Советов» провели контрольный матч на тренировочном сборе в Турции. Соперником самарцев стал казанский Рубин. У «Крыльев» был неоптимальный состав. Травмы получили несколько основных игроков, поэтому многие футболисты играли не на своих позициях. В итоге Рубин забил самарцам пять безответных мячей. Трижды отличился Дрейер, еще по разу Инбом и Зотов. Следующий контрольный матч «Крыльев Советов» проведут 19 февраля против подмосковных «Химок». Баскетболисты «Самары» провели матч в Суперлиге при пустых трибунах. Зрители не допустили на арену из-за ковидных ограничений. Самарцы принимали Новосибирск. Начало матча осталось за гостями, которые активно увеличивали свое преимущество. Лишь в третьей четверти волжанам удалось сократить отрыв до трех очков. На большее самарцев после напряженной игры в финале Кубка России не хватило. 82-98 поражения «Самары». Биатлонист из Самарской области Эдуард Латыпов стал трехкратным бронзовым призером Олимпиады в Пекине. Еще одну награду он получил в составе мужской эстафетной четверки. Эдуард бежал на заключительном этапе эстафеты. До последней стрельбы лидировал с большим преимуществом, но допустил слишком много промахов. В итоге команде удалось финишировать лишь третьими. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самара ГИС в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»